Работа России в время возможностей состоялся в федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Площадкой в Черкесске стала Северокавказская академия. Сколько вакансий предложили работодатели и кто уже трудоустроился после первого этапа ярмарки, расскажет Дарья Тендит. Принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства пригласили безработных граждан, ищущих работу, а также занятых, желающих сменить место работы или сферу деятельности. Дарья Смирнова не так давно стоит на учёте в Центре занятости. На ярмарку пришла в первый раз и уже нашла для себя несколько интересных вакансий. Для человека, у которого есть стремление найти работу, это реальный шанс. Можно подойти к работодателю, можно поговорить, узнать аспекты работы и в случае чего даже пройти дополнительное обучение. 14 апреля проходил региональный этап Всероссийской ярмарки, а сегодня федеральный этап этого мероприятия поделилась Елена Цацурина. Она отметила, что сегодня на Всероссийской ярмарке трудоустройства представили целый комплекс современных площадок для работы с посетителями. Площадка социальных партнёров и профориентации, информационная площадка и для личного общения работодателя и соискателя, площадка для организации онлайн-собеседования. Для выпускников-студентов проводили мастер-классы по правильности составления резюме и успешное собеседование. Сегодня на нашем мероприятии присутствует более 40 работодателей, которые представляют около 900 вакансий. Сегодня вакансий по всей республике. Новшество на нашем мероприятии – это проведение онлайн-собеседований с работодателями Краснодарского края, с работодателями, которые представляют свои вакансии в других регионах за пределами Карачаева-Черкесской республики. С момента проведения первого этапа ярмарки трудоустройство прошло не так много времени, и результаты не заставили себя долго ждать. По сложившимся обстоятельствам Татьяна Шульгай решила уйти с прежнего места работы. В поиске новой она обратилась за помощью в Центр занятости населения. И не зря. Побывав на первом этапе Всероссийской ярмарки вакансий, Татьяна нашла новое место работы, от которого теперь в полном восторге. На ярмарке был разнообразный выбор вакансий. Получив профессиональную консультацию от специалистов, она смогла подобрать для себя подходящий график работы. Все условия устраивали, поделилась Татьяна. Она прошла первый этап собеседования и ждала звонка. Перезвонили ей быстро. Теперь Татьяна работает кладовщиком в строительном магазине «Стройдвор». Работа несложная. В коллектив являлась быстро. Всем знакомым, которые теперь в поиске работы, советую обращаться за помощью в Центр занятости, отметила Татьяна. Попала в хороший коллектив, где, если что-то непонятно, идут навстречу, помогают. Ну и мне всё нравится. В любом случае надо в Центр занятости, так как они подходят к каждому человеку и спрашивают, что они хотят, какую работу хотите. Мне сразу всё предоставили, объяснили. Также были приглашены предприятия и организации, испытывающие потребность в кадрах. Около 40 работодателей представили 900 вакансий. Каждый желающий смог подобрать для себя подходящую профессию. Представители информируют о наличии требующихся вакансий, рассказывают о графике работы, заработной плате и о бонусах производства. Мы консультируем по вакансиям, всё рассказываем. Есть возможность пройти в цех и посмотреть, чем конкретно занимаются работники на той или иной должности. В нашей компании, конечно же, возможен карьерный рост. То есть человек может расти от контролёра газового хозяйства до начальника отдела или группы. От имени полномочного представителя президента России поиска ФОО Юрия Чайки всех присутствующих поприветствовала Валентина Сахарнова. Она отметила, что ярмарка – это возможность найти работу для каждого желающего. Это мероприятие послужит ориентиром как и для тех, кто ищет свой профессиональный путь, и для тех, кто хочет освоить новую профессию. Конечно, вопросы трудоустройства – это очень важные вопросы для каждого человека и для всей страны в целом. Я желаю каждому сегодня обязательно найти работу своей мечты и воспользоваться лозунгом «Возможности России». На торжественной части мероприятия выступили творческие коллективы. За помощь в организации мероприятия благодарственными письмами наградили представителей депутатского корпуса республики, ректора Северокавказской академии. Всероссийская ярмарка трудоустройства – это навигатор возможностей современного рынка труда.